Ну, дело в том, что я с музыкой связана очень давно. Я закончила 11 лет музыкальной школы по классу фортепиано. Поэтому с 6 лет я занималась музыкой. Но потом я решила уйти в другую сферу и поступила в университет мировых языков. Но всё-таки музыка меня притянула, и на третьем курсе мы уже организовали группу, которая называлась «Хайл». И вот с этого и началась моя певческая. Родители не отдавали? Честно говоря, были против на первых порах, когда я сделала заявление о том, что я бы хотела выбрать профессию другую. Но потом, когда родные уже увидели, мама, что это действительно серьёзно, и что я действительно хотела бы сделать это делом своей жизни, она меня стала всячески поддерживать. И во многом благодаря её поддержке, я сказала, что я есть. Ну, тогда разговоры о маме. Мама у вас потрясающая красивая женщина. Спасибо. И ей очень красивая женщина. Есть какой-то особый секрет? Или это чисто генетически? Или это поддержание? Ну, во-первых, большое спасибо за комплименты. Во-вторых, я думаю, что всё от Бога. То, что есть, всё от Бога. Конечно, как любая девушка, конечно, там делаются какие-то маски, ходятся косметологи, это естественно. То есть я считаю, что девушка должна над собой ухаживать. Ну, а как ещё поддерживать можно? Можно я задам какой-то вопрос? Меня зовут Мария Миланова, он директор компании Fashion Bank. Такой вопрос связан с модой. Какой бренд, вот мне всё время не интересен, бренд, а как у нас есть ваш любимый бренд? Мне кажется, что это очень как-то современно и близко мне очень по духу. Спасибо. Впрочем, габбана очень. Конечно, наша университетская кухня. Вообще, я такая всеядная. Мне всё всегда нравится, попробовать интересно. Очень в последнее время присели на корейскую. Корейскую? Да. Очень реально. Спасибо. Ещё такой вопрос. Какой парфюм вы предпочитаете в данный момент? Какой парфюм? Или, может быть, ваш любимый запах? Вот этот парфюм? Опять же, у меня очень нравится дочь Габбана, императрис. И вот сейчас на мне, по-моему, Диор. Диор? Ну, супер. Спасибо большое. Ещё есть какие-то вопросы? Скажите, скажите, вы с чем-нибудь бывали, и вообще, как наши зрители, как наш город, что-нибудь о Южном Казахстане? Скажите, что ваши впечатления? Ну, мы на самом-то деле не так часто сюда приезжаем, поэтому хотелось бы выразить благодарность организаторам за то, что нас пригласили сюда. И всё равно, мне кажется, мы такие очень братские какие-то, да, нации, да, очень близко друг к другу и такие практически родственники. Поэтому очень надеемся на тёплый приём сегодня. Это первый концерт здесь, да. И для ваших зрителей? Ну, мы были более на таких частных мероприятиях, на каких-то семейных торжествах здесь. Вот такой вот концерт здесь впервые. Так, а у нас сроки вы считаете себя смелым? Смелым? Ну, смотря в чём. По жизни, я думаю, что те сложности, с которыми я столкнулась, я думаю, что можно назвать меня смелым человеком. Но, с другой стороны, я боюсь каких-то элементарных вещей, да. Но я боюсь очень одиночества. На самом деле, очень много страхов, как у любого человека. По-детски темною боюсь насекомых. Можно задать только вопрос в вашей жизненной девизе? Под каким девизом вы живёте? Всё лучше и впереди. Всё, 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 всё. А вот после каждого концерта вы сами как-то обсуждаете для себя какие-то выборы, делаете? Самое слово вам характерное? Абсолютно, да. Это я. На самом деле, мне всегда всё не нравится. И пока мне, не знаю, 150 человек не скажут о том, что это было действительно хорошо. Я, на самом деле, не верю в это. И мне кажется, что это было плохо. И причём, когда мне никто не говорит, я начинаю ко всем представлять, спрашиваю, как это было хорошо, это было хорошо, как это было, как это было. Вот, и мы стараемся каждое выступление, вот, концертное записывать на видео, и потом мы начинаем придираться к каждому моменту. И, в общем, наверное, моей команде это не очень приятно, все устают, но, тем не менее, как-то мы стараемся приблизиться к какому-то максимуму, да. Ну, а здесь в вашей команде человек, чьё мнение для вас всё-таки является авторитетичным? Именно в этом вопросе. Ну, в нашей команде абсолютно каждое мнение для меня важно. То есть, если, например, понравилось всем, но не понравилось кому-то одному, всё, я начинаю уже прислушиваться. То есть, и на самом деле, когда мы создаем песню, мы все обсуждаем, и ещё ни разу не было такого, чтобы мы написали песню и сказали, о, да, классно. То есть, она выкидывается раз по сто. То есть, да, наоборот, сейчас ничего, на следующий день прихожу, мне не нравится. Мелодия хорошая, знаешь, аранжировка не очень. Давай вот в этом стиле попробуем. То есть, в этом стиле ты приходишь просто вот так выкидывать всё и делать заново. Вроде сделали, да, хорошо. Теперь, да, аранжировка ничего. Вот мелодия что-то, что-то не то. И вот так вот с каждой песней происходит. На самом деле, даже когда ты думаешь, что да, это хорошо, не всегда, да, уже в конечном итоге это опять-таки нравится. Можно такой вопрос, вот, мне раньше не повезешь в кинотеатр, и мне интересно, на какой студии вы прописываетесь? Какой вы в Азербайджане? У нас есть студия «Пантера», я считаю, что это лучшая студия в нашей стране. Да, да, я тоже так считаю. Вот, и мы. «Пантера», да. Угу. Кто, можно спросить, ваших писем? У вас каждая песня становится хитомом. Интересно, вот, кто пишет эти действительно песни? Ну, мы пишем вот вместе с моим и соавтором, и аранжировщиком, это Зафар Кадыров, практически все песни создаем мы с ним вместе. По этому разу мы обращаемся, потому что не всегда нам нравится то, что делают. Ну, мы с ним работаем уже на протяжении очень многих лет, лет твоей семьи, наверное. Такой вопрос, что я тут много вопросов задаю, можно? Ваша любимая сенечка, вот, какую книгу посоветуете ли это читать? Я люблю очень и детективы, и мне вообще очень нравится «Оконин», где сочетается все. И детектив, и захватывающие какие-то сцены, и мелодрама, то есть, и причем, есть какие-то познавательные вещи, да, которые для себя очень много, там можно открыть. Ну, опять же, это такой тандем, который тоже уже на протяжении многих лет у нас, не могу назвать просто парнихой, это, наверное, больше стилист. Вот мы вместе создаем наши такие вот образы, и просто действительно мастер своего дела. Иногда у нас бывают просто на сетке выполненные узоры, и просто это все вышито вручную, камнями, вышивкой, абсолютно все ручная работа. И действительно, на каждый костюм уходит очень много времени, сил, и практически круглосуточно она работает. Но придумываю мы с ней вдвоем все. Она очень часто корректирует, какие-то иногда у меня бывают такие бредовые идеи, когда она меня очень так успокаивает, говорит, стоп-стоп-стоп-стоп. А как вы дома делаете? Вы вообще узбекские маркетинальные платья носите? Дома? Ну, нет. Ну, а какая дежурка? Кэжуал. То есть, на самом деле, на каждый день я люблю очень простую и удобную одежду. Вот я ваши песни слушаю, смотрю, и это везде героини совершенно разные, да? Ну, есть общее. А мне показалось, что при всей своей слабости это тем не менее сильная женщина. Какая из ваших героев, вот, фильм «Парси» возьмем, возьмем последний ваш фильм, какая из них вам ближе всего? Может быть, из ваших песен, наверное. Ближе всего. Ну, вообще, где-то внутри я немножко грустный человек, и поэтому, наверное, больше какие-то героини такого мелодраматического характера ближе. Ну, по-настоящему, наверное, вот, как рождается сюжет того или иного клиента? Опять же, команда эта? Что у вас? Вот песня есть, и как вам приходит? Иногда спонтанно, иногда долго мучаясь. У нас что-то есть такое вообще? Можно дать получать? Ну, вот, например, наш последний клип на песню «Юрагинда-сан», не знаю, просто появилась идея, вот, бабочка. Я пришла к клипмейкерам, сказала, есть идея, бабочка. Они говорят, что это? Япония и бабочка. То есть бабочка – это такая, да, своя философия в ней есть, потому что бабочка живет один день. И, в принципе, и наша жизнь, она такая. Если более с философской точки зрения посмотреть, это всего лишь миг. И поэтому мы эту идею хотели передать через клип наш. Певица, актриса, сценарист, опять же, этот фильм в вашем. Что вам причинало? Нет, ну, конечно, певица. Потому что это многолетний труд, и я считаю, что это непосредственно моя профессия. Что касается кино, это не основной мой род деятельности. Есть несколько музыкальных фильмов, и вот одна такая серьезная работа, поэтому сложно назвать вообще меня актрисой, больше таким актрисо-любитель. Хочу пожелать всем мирного неба над головой. Конечно же, счастье. Потому что, мне кажется, для каждого человека счастье, оно разное. У кого-то счастье в его профессии, у кого-то в семье, то есть у кого-то в детях, да, то есть у каждого разное понятие счастья, и хочется, чтобы все мы, люди, почувствовали себя по-настоящему счастливым. Спасибо большое. Спасибо вам.